Она быстро тебе поможет приноровиться к своей сенсии. Давай, первую ссылочку в описании участвуй, и, возможно, именно ты её заберёшь. Смотришь сразу сверху, видишь, показано, как надо стрелять с этого калаша. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И ты часто у меня спрашиваешь, на каких картах я тренируюсь, и почему так хорошо у меня стрельба летит. Братик, расскажу сегодня о четырёх топовых картах, где действительно твой аимчик просто взлетит. В общем, присаживайся поудобнее. Я начинаю. Воу-воу, подожди, подожди, ролик сейчас начнётся, но хочу сказать, что вот эту пушку разыграем уже завтра. Давай, первую ссылочку в описании участвуй, и, возможно, именно ты её заберёшь. Буду всё рассказывать абсолютно простым языком, не буду торопиться, и чтобы ты лично понял. Кстати, все ссылочки на каждую карту будут в описании. Поехали. Почему именно эта карта стоит на первом месте? Окей, называется Training AIM CSGO 2. Ты спросишь, да, почему лично она? Да потому что она быстро тебе поможет приноровиться к своей сенсе, почувствовать мышку и почувствовать корик, по которому ты лазишь мышкой. Тут есть несколько режимов. Classic, Angel, да и так далее. Но самое лучшее — это Classic и Intensive. Всё остальное ты можешь не смотреть. Лучше на следующих картах я тебе там более подробно, интересно всё покажу. Окей, выбираешь Classic, двигаешься дальше, и тут нам выбрать мишень надо. Размер мишени и цвет мишени. Я выбираю рандом-равном. Пусть будет всё разноцветное, и пусть тоже разное. Ну, хочешь такой прицел, хочешь такой, хочешь вот такой, тоже рандомчик тебе поможет. Двигаемся дальше. Здесь надо вырвать Static, Liner и Rotation. Это когда мишень будет появляться, она будет появляться. Большой двигаться вот так, на месте стоять маленькой. Потом вот-вот здесь вот так двигаться, потом вот так и вот так. Это тебе поможет быстро приноровиться, как я уже говорил, к твоей сенсе. Здесь есть несколько лестниц. Первая, вторая, третья, четвёртая. Вот она здесь как раз написана. Первая, вторая, третья, четвёртая. Давай выберем вторую и примерно поймём вообще, о чём речь. Кстати, вот здесь ты можешь выбрать оружие, которое тебе надо. Выбираем второе, после чего нажимаем старт. И всё, поехали смотреть прицел. Всё, погнали. Разрывать, вырубать и так далее. Я делаю это с зажимом, чтобы просто почувствовать, как зажимчик. Ну, про зажимчик мы разберёмся уже как раз на следующей карте. А здесь всё. Ты просто чувствуешь сенсу, понимаешь, как тебе нужно сделать. Чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть побыстрее. И приноровиться, немножко разогреться и уже лететь в ММчик, либо на фасик всех разрывать. Всё. В общем, понял. Летим ко второй карте. Эту карту очень многие игроки недооценивают. Она предназначена для улучшения твоего спрей-контроля. Карта так и называется. Спрей-трейнинг. Подходишь в серединочку, выбираешь нужное тебе оружие. И просто смотришь сразу сверху. Видишь, показано, как надо стрелять с этого калаша. Целишься в серединку по зелёной мишени. И погнали. Просто целишься, стараешься попасть туда, куда она показывает. И что мы видим? Ну, приблизительно в серединку. Значит, спрей более-менее подходящий. Но лучше, чтобы всё попадало ровно сюда. И тогда ты будешь просто царём квадрострайк. Поэтому это предназначена как раз карта для этого. Но, если посмотреть влево и вправо, тут есть разные настройки. К примеру, можно поставить сразу человечка и стрелять ровно по нему. Но я оставлю личные настройки такие. Я немножко отдаляю на одну дальше и выбираю так, чтобы было видно уже, куда стрелять. К примеру, возьмём М-ку, встанем по серединке и начинаем нашивать туда, куда нам показано, чтобы мы примерно понимали, что нам нужно. И вот, посмотри, слева снизу, как раз сзади меня, будет показано, сколько я попал в голову, сколько попал в тело и так далее. Ну, сам ты видишь, ровно в серединку вверх всё пошло. Погнали к третьей карте. Нас в дискорд-канале уже почти тысяча человек. Лично тебя там не хватает. По вечерам мы сидим, общаемся, рассказываем какие-то истории и, бывает, даже угораем. И плюс, добавок, у меня есть свой инстаграм, где я пилю свои интересные истории из реальной жизни. Так что давай, тоже все ссылочки в описании, залетай. А на выходных, именно в эту субботу, мы будем смотреть кино на Твиче. Поэтому тоже ссылочка в описании, залетай. Я тебя жду, вместе кинчик посмотрим. Следующая карта называется Fast Training, Reflex, AIM и так далее. Это предназначено именно, если тебе нужно резко перетянуться сюда, сюда, туда. Со всех сторон тебя поджимают, и тебе нужно настрелять. Поэтому сначала мы заходим в консоль, нажимаем Bot AT, добавляем дохренищу ботов. После чего пишем Restart. И погнали просто играть и вырубать. Сначала нажимаем Viapone, это под собой снизу. После чего берем калаш, который нам нужен, Close Menu. И вот, начинаем стрелять по одному. И наша задача, чтобы они нас не порезали ножом. Все. Заодно контроль спрея, во-первых, хороший. Во-вторых, быстрая переводка с одного на другое. Кстати, меня только что с ножа. Чел, попал просто по мне. Я боюсь, что, возможно, может быть, еще кто-нибудь с какой-то стороны ко мне прибежит. Видишь? Быстро крутимся, как Юла, и вырубаем каждого. Годно? Да, конечно, да. Поэтому пользуйся этой картой и получай удовольствие с быстрых переводов с одного бота на другой. Летим к четвертой карте. Она практически используется каждым проигроком. Ну, естественно, я тебе покажу пару фишечек там. Погнали. Да-да-да, это AIM Bots. Это лидирующая карта, наверное, на протяжении нескольких лет. Она охренительно предназначена для того, чтобы твой АИМчик вырос. Что здесь есть? Здесь есть метроном, отключение хада и так далее. Рестарт раунда, буллет, ну, это в смысле патроны и прочее. Отключение всяких разных шлемов. Тут даже можно сделать так, чтобы боты автоматически двигались туда, куда тебе надо, либо не надо. Тут есть, даже ты можешь поставить боксы, разновидность боксов. Ты можешь даже перед собой какие-то мишени поставить. Тренировок здесь охренительное множество. Ты можешь выбрать абсолютно любую под себя. Ты даже можешь себе сам устроить челлендж. Например, убить 100 ботов как можно быстрее. То есть ты нажимаешь play и начинаешь по ним стрелять. Как только ты убиваешь одного, все, время пошло. Ты видишь, время пошло, и тебе нужно убить как можно быстрее 100 ботов. Повторил еще раз, чтобы ты прекрасно понял. Дальше что здесь есть? Здесь есть сверху, ты можешь поставить, допустим, поближе стенки. Ты можешь убрать лишние стенки, чтобы с одной стороны ребята поднялись и здесь больше не бегали. Целая куча всего, дружище. Обязательно пользуйся. Это реально самая охренительная карта, которая тебе поможет поднять твои им. Ну еще, добавок, есть бонусный сервер, который сейчас я тебе покажу. Этот сервер мы сделали специально для тебя. Это паблик. Ты можешь зайти сюда и поставить себе любой нож. Даже АВП, Драгонлорд, тоже ты можешь поставить. За перчатки придется, конечно, купить випку. Ну и перчатки ты тоже можешь поставить. Куча годноты, адекватные тиммейты, крутой пинг, фпс, просто пушка. И я тебе скажу, что это на 128 тикрейте. Специально, еще раз повторяю, сделали для тебя. Коннект есть в описании. Попробуй и покажи свое мастерство. Тут даже охренительные ранги также показываются. Все, я тебе тут жду. Вместе покатаем. Ну вот, я и поделился с тобой четырьмя картами, где за короткое время ты можешь улучшить свое им. И бонусный сервер, на котором ты можешь проверить свое им. И, кстати, дружище, если у тебя вот спрашивать, какого хрена ты так круто стал играть, скажи, Сайбербананом мне помог. Мне будет приятно. А ты давай, иди тренироваться. Но перед этим, посмотри вот этот годный видос. Я тебе говорю, туда лайкусик поставь. Годнота же. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok